у нас тут внезапно выпал снег вот и сейчас мы будем сравнивать три разных объектива как они ведут себя мы будем сравнивать не модели не их там какие-то технические характеристики мы будем сравнивать именно фокусное расстояние и поэтому я сегодня назвал собой диану мы будем сравнивать три объективы которые у меня есть 24 миллиметра 50 миллиметров и 80 миллиметров на улице очень холодно поэтому я переместился сюда домой чтобы продолжить свой раз рассказ про объективы про их фокусное расстояние и как я уже говорил в этом видео мы не рассматриваем технические характеристики связанные с цветом с глубиной резкости и так далее мы сравниваем только фокусное расстояние что это вообще такое есть объективы на которые я снимаю в данный момент довольно широкие так скажем у них угол обзора шире и собственно они позволяют захватить в кадр больше объектов за счет ширины угла обзора а объективы такие как 80 миллиметров например у них угол обзора уже и за счет этого возникает другое ощущение перспективы и как следствие другая картинка если мы снимаем на объектив довольно широкий например 24 миллиметра 20 миллиметров 16 35 может быть они за искажение картинки дают своеобразный вид и как вы уже могли заметить в примерах то что происходит сзади оно как бы в кадре за счет того что угол обзора шире и получается что объект охватываются шире а в примерах же где объективы использованы более узкие более длиннофокусные я использовал 50 миллиметров токумар и также я использовал 80 миллиметров мамия сикор это от среднеформатной камеры на этих уже примерах то что происходит на заднем плане она как бы уходит за границы кадра за счет того что фокусировка происходит в более сжатом градусе так скажем и за счет этого возникает ощущение изоляции объекта от фона и говоря о глубине резкости мы при открытии диафрагмы можем получить довольно размытый фон даже на широких объективах например вот сейчас у меня задний план он размыт и собственно этим не нравится объектив 24 миллиметра 28 за счет того что он позволяет довольно хорошо размывать задний план но когда мы допустим используем более длинный объектив даже при той же самой светосиле в примерах я старался делать именно одинаковую диафрагму всех 2 и 8 за счет именно вот этой разницы фокусных расстояниях задний план получается более отделенный от нашего объекта и за счет этого возникает совершенно другая картинка для того чтобы максимально отделить объект от фона нужно ориентироваться не на глубину резкости и величину диафрагмы а как раз таки на фокусное расстояние потому что оно даже при довольно небольшой диафрагме может позволить как раз таки отделить объект от фона и это широко используется в кино и ну и вообще в съемках когда нужно именно как бы выделить какой-то один объект за счет сужения угла обзора фокусировка идет на объекте очень узко и то что происходит вокруг она как бы становится менее а привлекающим внимание то есть фокус у нас идет на нужном нам объекте когда же идет съемка на широкий угол независимо от того насколько большая диафрагма в кадр попадает много чего еще и собственно объект съемки он больше взаимодействует уже с окружением и например если я сейчас одену объектив даже 50 миллиметров например сяду подальше чтобы меня было видно примерно так же то ощущение вот этого пространства она будет очень сильно теряться и вот так как я снимаю сейчас на 24 миллиметра есть ощущение что я вот нахожусь в этой комнате я могу с ней взаимодействовать а собственно я никому не хочу навязать а какое-то свое видение как использовать эти объективы просто хочу поделиться тем как я воспринимаю эти объективы и собственно для чего использую именно разные стекла потому что можно купить одно один объектив с очень большой диафрагмой например но а он не будет давать а вот этой нужной компрессии которая как раз таки очень иногда бывает полезно в определенных сценах где нужно либо отделить объект от фона либо наоборот показать что у нас есть какое-то окружение с которым наш герой какой-то съемки может взаимодействовать и собственно фотографии это применяется абсолютно также как видео за единственным наверное для меня исключением что фотографировать на широкий угол а я практически не умею мне не нравится как у меня это получается и а вот сейчас я вам покажу две фотографии которые сделаны на 24 миллиметра и на среднеформатный объектив 80 миллиметров вместе со среднеформатной камерой они очень сильно отличаются хотя сделаны практически с одного и того же расстояния и вот именно они отличаются своей перспективой и разделенностью объекта и заднего плана вот еще несколько примеров которые возможно позволят больше понять какой объектив нужен именно вам если вы собственно планируете а какие-то покупки или не знаете вообще с чего начать лично мое знакомство вообще со всей фото техникой на уровне когда я уже сам готов был что-то творить оно началось именно с фокусного расстояния 50 миллиметров на окропнутой матрицы то есть она чуть меньше и как будто получается что 50 миллиметров становится похож на примерно 80 миллиметров на полноформатной камере и собственно вот именно с этого фокусного расстояния я начал свой путь в съемки свой путь в фотографию и видео и такое фокусное расстояние оно не очень комфортно при съемке в помещениях за счет того что оно получается довольно длинным и для того чтобы взять объект в полный рост или по пояс хотя бы да нужно довольно далеко отходить и как раз теряется иногда вот это ощущение окружения которое может быть нужно в данной ситуации я пробовал и 200 миллиметров и 85 миллиметров это довольно длинные фокусное расстояние и я их пробовал и на полном кадре и на кропнутых тоже матрицах это мне все очень близко и на самом деле лично мне проще снимать когда минимум 50 миллиметров либо 80 или 85 например кому-то проще снимать на широкий угол но картинка даже при размытом фоне она всегда будет отличаться и отличаться будет именно вот этой вот компрессии которая создается при использовании этих различных объективов это наверное один из ключевых моментов которые нужно учитывать при выборе объектива которым вы хотите снимать и в различных ситуациях может потребоваться совершенно разная оптика наверное какого-то универсального способа узнать какое рост фокусное расстояние вам подходит нет кроме как попробовать разные и уже для себя определиться что нужно и светосилы это то на что конечно нужно обращать внимание но это может быть не самым основным моментом и например если бы я выбирал для себя объектив для фотографий то я бы не купил себе 24 миллиметра я бы купил себе 50 миллиметров потому что именно этот угол обзора который есть у 50 миллиметров и которого нету 24 миллиметра они мне более близки и даже если это будет объектив типа диафрагма 2.8 например на полтиннике то я бы все равно его купил потому что картинка все равно будет отличаться как бы вы не снимали на 24 миллиметра она все равно будет отличаться и я здесь еще не говорю про искажения которые на широком угле обзора они есть то есть картинка как бы выпячивается вперед и то что сзади она как бы поджимается а то что спереди она становится более выпуклым а когда у нас техника оптика то есть более длиннофокусной то есть у нас все как бы отдаляется и пропорции сохраняются именно такими какие они больше есть за исключением того что происходит сзади то есть она визуально кажется больше и вот именно на этот момент я рекомендую обращать внимание если вы выбираете или не знаете какой вам купить объектив потому что часто мне пишут с вопросами о том что купить 24 миллиметра или 50 или может еще что-нибудь собственно вот это видео ответ на эти вопросы это видео совет вам как выбрать для себя нужный объектив потому что кому-то реально больше нравится когда картинка широкая все видно есть взаимодействие с фоном а кому-то больше нравится например когда объект изолирован кому-то больше нравится например когда идет какой-то крупный план когда ну то есть у каждого своеобразный вкус это именно дело вкуса нет какого-то правильного объектива правильной техники съемки да есть какие-то общие такие тенденции наверное но надеюсь это видео было вам полезным и если какие-то есть у вас пожелания или вопросы то пишите в комментариях я буду очень этому рад и постараюсь помочь вам разобраться в данной теме а а